В России появилась единая база данных о залогах движимого имущества. С недвижимостью уже давно все отлажено. Управление Росреестра, ну или, как говорят, Рекпалата, стабильно регистрирует ипотеку. А вот с движимым имуществом возникало множество проблем. А при покупке автомобиля запросто можно было напороться на машину, которая находится в залоге. Да вот только узнать заранее об этом никак нельзя. Было. Теперь же пробить машину на предмет обременения можно. Как и у кого, сейчас разъясним. С 1 июля этого года вступили в силу несколько федеральных законов, вносящих поправки в Гражданский кодекс и закон о нотариате. Возможности нотариусов теперь значительно расширены. Вообще нотариальное дело существенно поменялось с момента внедрения электронного документа оборота и создания единой для всех нотариусов страны информационной системы. Нотариусы все объединены в эту базу. Она содержит очень много сведений. Состав сведений там очень широкий. Там вплоть до того, что внесены все нотариусы. Если мне нужно узнать телефон, адрес нотариуса, адрес электронной почты, даже фотографии там есть, образцы подписи, печати всех нотариусов есть. Значит, у нас сейчас нотариусы работают уже несколько лет на бланках единого образца строго отчетности. То есть все вот эти вот бланки строго отчетности нотариус совершит нотариальное действие и вносит в эту базу. То есть нотариус может проверить, совершался ли такое нотариальное действие на таком бланке. То есть все эти сведения у нас строго вносятся, и все это давно уже функционирует. Это весьма важно для наследственных дел и завещаний, ведь наследники могут появиться где угодно. Да и сам умерший мог менять место жительства. А по закону оформлять наследство должен нотариус по адресу пребывания. Из-за этого возникали коллизии, когда за дело принимались сразу два нотариуса, не знающих друг о друге. Единая база упорядочивает очень многое. Кроме этого, нотариусы организовали электронное взаимодействие со многими федеральными ведомствами. И в результате получилось что-то вроде единого окна для граждан. Например, нотариус по наследственным делам может получать сведения из Берегательного банка о наличии вкладов на умершего лица. Мы также можем получать сведения из Росреестра. Это право предоставлено нам законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Мы можем получать сведения из ФНС о прописке умершего на момент смерти. Конечно, нотариус использует все эти сервисы для оформления наследственных дел, чтобы наши наследники, они меньше обращались в различные органы. То есть пришли к нотариусу, нотариус запросил все эти сведения, и человеку-наследнику не нужно обращаться в эти органы. Еще один блок новых возможностей появился у российских нотариусов с июля. Во-первых, их обязали ввести единый реестр нотариальных действий, куда будут вноситься все брачные договоры, доверенности и завещания. А также, что важно, отмена доверенностей и завещаний. Причем некоторые документы, как, например, завещание, обязательно сканируются и тоже вносятся в электронный реестр. И самое важное, именно нотариусы отныне отвечают за введение базы данных о залогах движимого имущества. Ранее это была зияющая брешь в нашем законодательстве. Если с квартирой такие проблемы практически возникать не могли, потому что она регистрируется, ипотека в органах Федеральной регистрационной службы, и любой покупатель квартиры всегда, безусловно, может проверить в залоге или не в залоге то имущество, которое он недвижимое приобретает. Это в отношении автомобилей залог, допустим, в том же ГАИ не регистрировался. В результате куча была ситуаций, когда люди покупали заложенный уже, допустим, в банке автомобиль, вынуждены были нести ответственность по чужим долгам перед этим банком, что, безусловно, несправедливо. Так вот, ответственным за движимое имущество теперь назначили не ГАИшников, не Росреестр, а нотариусов. Для граждан это означает, что перед покупкой машины можно и даже нужно уточнить, не находится ли автомобиль в залоге, чтобы в один прекрасный день у вас его не забрал кредитор. Можно запросить соответствующую выписку у любого нотариуса, а можно и самому зайти на сайт. Эта база данных совершенно открыта. Когда нотариус внесет вот эти сведения в эту базу единую, в нашу информационную систему, любое лицо бесплатно на сайте, он уже действует, может посмотреть, есть ли залог этого имущества или нет. Ну, практически, для чего это нужно. Если вы покупаете автомашину, вы можете зайти на этот сайт, на этот сервис и посмотреть, заложена ли конкретная машина, там по транспорту предусмотрено введение ВИН. Впрочем, это не дает стопроцентной гарантии, ведь залог мог оформляться и до 1 июля этого года. А для залогодателя и залогодержателя регистрация уведомления о залоге у нотариусов не является обязанностью, а является правом. Это нотариус обязан зафиксировать такое уведомление, если принесут. А вот стороны не факт, что дойдут до нотариуса. Хотя, конечно, в интересах залогодержателя, а чаще всего это, конечно, банки, такую пометку сделать. Он должен действительно всему миру тем самым, скажем так, объявить о том, что мои права существуют на эту вещь, потому что только в этом случае с 1 июля он может прийти к любому, неважно, добросовестному, недобросовестному покупателю, второму, третьему, десятому, соответственно, этого автомобиля, например, того же самого, и обратить на него взыскание по долгам своего первоначального, скажем так, должника. И наоборот, если, допустим, тот же банк-залогодержатель этого не сделал, если он уведомление не направил, то в случае перепродажи, допустим, этой автомобиля, уже обратить взыскание на этот автомобиль он не может. Впрочем, по факту, с 1 июля количество таких регистраций залогов автомобилей в Красноярском крае составляет всего несколько десятков, поскольку это еще в диковинку для самих банков. И пока формируются электронные каналы связи между программным обеспечением банкиров и нотариусов. Это потребует некоторого времени. Вообще, это в диковинку для многих. И, наверное, имеет смысл, чтобы в пунктах Рео ГИБДД, где регистрируют куплю-продажу машин, повесили какие-нибудь информационные плакаты о том, что есть такая возможность. Так что показ запоминайте сами. Перед покупкой автомобиля проверяйте не только его ходовые характеристики в автосервисе, но и возможные обременения на этот автомобиль у нотариусов, ну, чтобы потом не остаться без машины. Ну, тем более, что делается это бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова